Очень приятно выступать в столь значимом мероприятии. К сожалению, не получилось присутствовать лично, поэтому будем использовать возможности телекоммуникации. Вернее, даже я бы свое название доклада по правилам перенесших ковид и в условиях ковид возможности реабилитации онкологических пациентов в отделении реабилитации онкологического диспансера города Казани. Понятно, что в новых условиях пациенты онкологической службы подвержены высокому риску возникновения осложнений при заболеваниях ковид-ассоциированной инфекции и при прохождении курса медицинской реабилитации на базе 1-реабилитации перед сотрудниками возникают несколько основных и дополнительных задач. За этот непростой период мы столкнулись с рядом изменений в тактике ведения этих пациентов и на данный момент психологическая реабилитация стоит у нас на первом месте, а именно индивидуальное консультирование, дыхательные техники, ауторелаксации, возможности арт-терапии, работа с внутренними ресурсами. Мы перешли больше на индивидуальные возможности вышеуказанных процедур и записали большое количество видеоматериала, которые можем раздавать и раздаем пациентам для самостоятельного домашнего ежедневного применения. Мы провели анализ влияния новой коронавирусной инфекции на психоэмоциональное состояние пациентов с онкологическими заболеваниями на базе отделения реабилитации в период за 2020 год в сравнении с 2019. Обследованы были пациенты 487 человек, это те пациенты, которые получали курс медицинской реабилитации в отделении, амбулаторное отделение у нас, и 627 пациентов, это те пациенты, которые получили курс реабилитации в 2019 году. Что мы видим? COVID-19 незначительно повлиял на психоэмоциональное состояние пациентов, но естественно уровень тревоги увеличился с 35% почти до 45%, но уровень депрессии снизился. Такое часто бывает, для развития депрессии нужен более длительный период, чем для развития психоэмоциональной стабильности, как тревога. Также мы провели анализ этих показателей после проведенного комплекса реабилитационных мероприятий, и нам удалось снизить тревогу до 16%, а депрессию до 5%. Залогом снижения этих показателей послужил комплексный подход и широкий спектр психотерапевтических реабилитационных мероприятий, которые в условии COVID-19 имеют первостепенное значение. Следующим не менее важным и очень результативным методом реабилитации – это, конечно же, физическая реабилитация. И возможности, такие как механотерапия, эрготерапия, самомассаж и дыхательная реабилитация заставили нас вот эти вышеперечисленные процедуры включить в обычный комплекс реабилитационных упражнений, лечебной физкультуры, период госпитализации, вот эти 10-14 дней, которые находятся в дневном стационаре отделения реабилитации. Задачи были следующие. Конечно, мы увеличивали амплитуду движений после операции, либо там ввиду каких-то осложнений, снижение лимфотечности верхних и нижних конечностей, улучшение показателей мышечного тонуса, улучшение функций внешнего дыхания, увеличение показателей сатурации. Комплексы были также переработаны. Обычно наш такой методический материал, который мы раздаем после проведенного комплекса на руки, чтобы пациенты дома могли продолжать значатые в отделении занятия, мы их добавили теми упражнениями, которые больше работали с возникновениями осложнений после перенесенной инфекции. Туда мы включили статические дыхательные упражнения, динамические дыхательные упражнения, дренирующие гимнастические упражнения. Все это было сначала пациентами вместе с инструкторами изучено в отделении, и с этими рекомендациями пациенты направлялись уже домой. Физическая реабилитация была выполнена в следующем объеме за 2021 год. 1435 пациентов были консультированы нашими инструкторами и методистами лечебной физкультуры. Были проведены определенные комплексы ЛФК, рекомендации противопоказания к ним, дыхательная реабилитация. Из этой большой суммы 112 человек были консультированы в условиях отделения реанимации. Это первый этап реабилитации. Из этого числа те пациенты, которые были в условиях реанимации, половина были с подтвержденной COVID-инфекцией на момент госпитализации в онкодиспансере. То есть наши пациенты работали в красной зоне с этими пациентами, с каждым по отдельности, в зависимости от реабилитационного потенциала и, конечно, жалоб и состояния пациента. 596 пациентов в условиях хирургических отделений, то есть это второй этап реабилитации. И 727 консультаций в амбулаторных условиях. Это помимо тех пациентов, которые были госпитализированы у нас в рамках дневного стационара и получали комплекс реабилитации в условиях истории болезни, скажем так, еще плюс те пациенты, которые приходят к нам в отделение амбулаторное, из поликлиники, то есть те пациенты, которые находятся на динамическом наблюдении. Если сравнить количество консультаций с 2020 годом, на 200 консультаций в 2021 году лечебной физкультуры было выше. И в основном жалобы пациентов изменились. То есть если раньше это были ограничения движений, или там вопросы по поводу фитнеса, что можно, что нельзя, сейчас большинство пациентов – это те, кто пытался восстановить дыхательные функции после перенесшего заболевания. Конечно, чаша весов всегда будет у нас нестабильна, если будет увеличение шансов возникновения осложнений, если будут систематически нарушаться рекомендации пациентами, либо будет низкая двигательная активность. И на другой половине – это специалисты мультидисциплинарной бригады, которые просто не дают шансов возникновению этих осложнений, заставляют физически совершать соответствующую двигательную активность, объясняют о профилактике этих осложнений, и что именно нужно делать самостоятельно, и тем самым, чтобы пациенты соблюдали рекомендации. Единственная фотография отделения с нашего субботника. Коллектив молодой, активный, здесь не все представлены, меняется в зависимости от требований существующих реалий, выполняя все ежедневно. Спасибо большое за внимание.